Девушки отдыхают И канал Мать Героиня Ролик на канале Мать Героиня дождалась своего женского счастья Люблю его больше жизни Это к Лёльке, Лёлька вернее поехала встречать своего старшего сына Федю Но по поводу Люблю его больше жизни Любит она больше всех, конечно же, исключительно саму себя Кстати, Лёлька таки наплакала, навыпрашивала И этот ролик у неё ещё и суток не прошло А уже почти 100 тысяч просмотров В общем, да, Лёлька всё-таки настонала своим хомякам Видимо, они смотрели со всевозможных гаджетов И вуаля, как говорится, 100 тысяч просмотров у Лёльки в кармане Ну и, как всегда, начала она, значит, на вокзале Опять про своих прекрасных детей И, конечно же, такая любовь, такая любовь, что побежала Федю встречать с камерой в руках Встречает, друзья мои, просто, вы знаете, вот о никакой искренности Даже любовь к детям выставлена на продажу Личной жизни у Лёлька себе вообще никакой не оставила Потому что всю свою жизнь она превратила в жизнь публичную И вот она, как лось, несётся по перрону Да так, что мужики, которые там стояли, оглядываются Наверное, испугались, не дай бог, сейчас она их зацепит, снесёт, в общем, и так далее Да, подбежала к вагону, ну и начала демонстративно целовать Федю на камеру Вы знаете, Федю она провожала с камерой и встречает его тоже с камерой Федя передал привет некой Даше, насколько я понимаю, своей девушке Ну и, кстати, в прошлом году он тоже говорил, что у него есть девушка Ну, а Лёлька такая смешная, говорит, ой, а я вот Дашу не знаю Но, говорит, Даша, привет Знаете, ребят, о чём это, скорее всего, говорит? Скорее всего, это говорит о том, что мать вообще поверхностно относится ко всему, что происходит в жизни её сына У него вот эта девушка уже не первый год и могла бы Лёлька, в принципе, узнать, что и как, да Там, расспросить, посмотреть какие-то совместные фотографии, узнать, что за девушка, там, из какой семьи Ну, вообще, что-нибудь, какую-нибудь информацию, если любая мама, любая, там, сестра, любая бабушка Будет интересоваться жизнью своего, там, любимого человека, да, своего близкого человека и так далее Но это же Лёлька, Лёльке всё абсолютно, как говорится, пофиг веники У неё одни слова Ой, я так люблю своих деток, так люблю, да, любишь Только на словах, а, к сожалению, не на деле, друзья мои Далее вообще был прикол Честно, я когда вот это услышала, мне стало смешно, я даже перекрутила второй раз специально Лёлька, зайдя в здание вокзала, вместе, значит, с Федей, вместе с Лёшей Лёша тоже поехал с Лёлькой встречать Федю Увидев Ленина, Владимира Ильича, она говорит Ой, а ему, говорит, надо вот в эту протянутую руку, значит, да, поставить телефон, говорит Чтобы он селфи делал, а то, говорит, непонятно Человек, говорит, стоит, ребят, удержите меня семеро Или тупое ещё тупее, да, одна Сталина с Гитлером путает, медалистка кормящая А вторая в свои 36 лет не знает, кто такой Владимир Ильич Ленин И как он выглядит, говорит, о, говорит, какой-то, говорит, мужик тут, говорит, какой-то человек стоит Вон оно, дерево, да, это как из джентльменов удачи Слушайте, вот честно, нет слов, ребят Вот, вот честно Ну, если бы она знала, что это Ленин, конечно, она бы сказала Вот, ну, Ленину надо, да, как говорится, взять в руку телефон и так далее Тут, говорит, стоит какой-то человек, ребят, баста, карапузики Кончились танцы Я не знаю, что, вот, не знала, что, оказывается, в 36 лет можно быть настолько тупой Не знать Ленина, это, конечно, очень и очень сильно Да, и, кстати, Козлодоевой должно быть стыдно за свою вот эту вот Лёльку, да, за свою подопечную Лучше бы она, знаете, книжки ей давала какие-нибудь почитать Вместо того, что вот Лёлька периодически решила устраивать разборы Разборы чужие, причем разборы чужие выдает за свои Помните, как она это сделала с фильмом «Москва слезам не верит» Сказала, что сделаю еще это еще с одним фильмом В общем, да, Лёльке надо действительно читать книжки А не заниматься исключительно только попрошайничеством на Ютубе А то, как, знаете, вот ушла в 15 лет из школы Так с этим же развитием и живет по сей день Все, вот даже сказать мне на эту тему абсолютно нечего Далее в машине спрашивает и интересуется, чего же Федя сейчас хочет Говорит, давай, или в кафе поедем, или в магазин, говорит, тебе что-нибудь прикупим Или в продуктовый магазин Он говорит, я хочу домой И вот вместо того, чтобы дома дать пацану с дороги помыться Переодеться, отдохнуть, потом поесть, да, нет Лёлька, знаете, как самая беспокойная мать, в кавычках Потащила Федю по дому, по всевозможным пристройкам По всевозможным вот этим вот строителям Показывать все новшества Что же изменилось с тех самых пор, как сына не было дома Далее продемонстрировал, говорит, смотри И у нас теперь шторы висят Ой, ребята, ребята, сдвиги есть, как говорит моя бабушка, садись два, да Родив 10 детей к 36 годам, Лёлька таки повесила шторы И то благодаря Светочке Если бы Светочка не настояла, Лёлька бы хрен чего повесила Вот честно, знаете, интересно, интересно было Пока она Феде все это, значит, дело показывала София подошла и попросила, а можно, говорит, чай, мол, типа с конфетами попить Лёлька там что-то ей сказала, она говорит, так мы уже поели Мы уже поели, то есть я так понимаю, что все-таки конфеты и фрукты Никогда у них не лежат в свободном доступе Я помню, было несколько раз Один раз, когда у них, они ждали приход опеки других проверяющих органов Вот тогда у них на столе в вазочке, вспомните, лежали фрукты Было такое дело А так, я так понимаю, что и конфеты, и фрукты Все это благополучно прячут и выдают по выдаче, да Ну, а дальше, дальше, дальше Мать, мать так сильно ждала своего любимого сына Настолько сильно ждала его, да, каникулы Каникулы наступили, и по такому случаю стол даже не накрыт Ребят, я такого нигде не видела, честно Вот с кем я общаюсь, да, моя семья, наши близкие, родные, наши друзья Все всегда, кто-то приезжает в гости, все Праздничный стол всегда накрыт, всегда все есть Вообще, это уже просто традиция, да, у людей В хорошей семье, плюс там воскресенье, воскресный обед Люди собираются вместе за большим столом и так далее Здесь ничего Она спрашивает у Феди, который трясся в поезде, да Ехал там из Питера в Москву с пересадками и в Тамбовскую область Она спрашивает, Федя, а ты есть-то будешь? Ребят, в этот момент я просто выпала в осадок, да Так ждала сына, так ждала, что он с августа месяца уже у нее не был И спрашивает, а ты есть-то будешь? Не, Люль, только ты есть хочешь Он, конечно, нет Ну и маман, вот честно, у меня нет слов, знаете, одни сплошные буквы Никаких, друзья мои, разносолов Ничего По поводу приезда Феди даже не приготовили Даже ни Лелька не дернулась приготовить Ни сыночек Леша не приготовил Ни помощница Надежда Ничего, смотрю, поставили какую-то похлебку им там в тарелках Уж не знаю, что там было, но какое-то первое, я так предполагаю И все, на этом все, никакого праздничного обеда Но я так понимаю, что у них традиций таких нет Садиться всем вместе за стол, накрыть красиво, хорошо стол, приготовить много блюд, да Чтобы было что поесть, чтобы было просто вот приятно глазу, собраться в приятной обстановке Это традиция во многих хороших семьях Поэтому, знаете, я сейчас вот глядя, вспоминая ее вот этот стол, который был у нее на дне рождения Помните, когда на столе толком вообще ничего не было Я теперь понимаю, что тот стол, который она накрыла в свой день рождения за деньги своих зрителей Тот стол для нее был шикарный, потому что у них вообще так не принято Ни в семье ее мамы, ни в ее семье, ни, соответственно, скорее всего, не будет принято в семье у ее детей Потому что, как правило, дети всему учатся у своих родителей В общем, в любом случае То есть, ничего Ну и вообще, знаете, причем с дороги никто не умылся, с дороги никто не переоделся Так и уселись Уселись, друзья мои, в этих же костюмах Слушайте, что такое гигиена, я так понимаю, не знает в ее семействе Никто, ни она, ни все ее дети Как можно в этом же костюме, в котором ты шарахался по вагону По общественному вагону, где там кто только не сидит, да, не лежит и так далее Как можно в этом же костюме садиться на кровати, да Как можно садиться на постельное, на покрывало Первым делом с дороги вообще-то надо зайти, да Принять душ, как ни крути, бросить в стирку вот эти вещи, в которых ты был По крайней мере вещи, вот эти спортивные костюмы Как ни крути переодеться, а уже потом чистым садиться за стол Ну, я думала, что все это знают, но оказывается Лелька, у которой дети Моются, как она говорит, по три раза в день Ага, я верю И тут, знаете, с дороги, ну дай боже, если он руки помыл А так он так и уселся в этом костюме, в этом грязном костюме Так и уселся за стол, есть вместе с Лелькой Лелька тоже не переоделась, Лельке тоже пофиг веники Она, видимо, три раза моется, ну, наверное, я так понимаю, в неделю На этом все В общем, да, ни к чему не приучила своих детей Абсолютно ни к чему не научила, ничему не научила Затем, кстати, приехал Женя Б Приехал он за своими уже детьми И вы знаете, Леля с ним разговаривала очень даже спокойно и любезно Без истерик Не то, как она на стреме сидит Я его ненавижу, я не могу и так далее Ребят, все это сказки Все это сказки, я даже не удивлюсь, если они действительно потом впоследствии сойдутся Возможно, они, в принципе, и не расходились Потому что играют они очень хорошо Но, вот, знаете, на стриме она его чехвостит по полной программе Оскорбляет последними словами А когда тет-тет-тет, они общаются даже плюс на камеру Она очень с ним любезно разговаривает Стояла так тихо, голосочек такой сделала Думала, что, может быть, особо не услышит, о чем они говорят Все было слышно, все было понятно Он приехал забирать детей Она сказала А обратно я детей сама заберу То есть, получается, да А на стриме, как она орала Все, хочет видеть детей Пусть все сам, пусть сам приезжает Пусть сам забирает, пусть сам привозит Больше я ничего не дам Ни еды, ни туда, ни сюда Блин, да ты же кричала, что Артем с Ульяной Твои тоже такие любимые же детки, как и твои самые, да То есть, как я уже говорила, ты строителей, чужих людей Которым ты деньги, между прочим, платишь Ты их кормишь И свежим творожком, и свежим маслицем А здесь детям не передать Детям Ну, а Женя, кстати, приехал на такси За детьми И Лёлька спокойно отдала детей Вот этому тирану Вот этому деспоту Вот этому чикатило Опять же, не мои слова Слова Лёльки, да Гуляй, рванина, короче, до последнего рубля Знаете, мне стало удивительно Что она ещё Веронику не сунула в Женебе вдогонку Так бы, если бы было бы можно Если бы Вероника уже хотя бы там что-нибудь бы делала сама Она бы и Веронику бы ему бы тоже отдала Ну, а Вероника, кстати, показали её в конце ролика Она уже настолько привыкла, что её таскают на руках Все посторонние люди, кому не лень Что она даже не заплакала, когда её на руки взял Федя В общем, друзья мои, вот такой у меня получился обзор Пишите, что думаете по этому поводу Оставляйте свои комментарии Ну что ж, всех целую и обнимаю Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера Берегите себя, своих родных и близких Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал Всем, кто ставит лайки Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии Всем огромное спасибо Всех целую, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok